Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Хочу делать такое подключение в мой хобби влог. Надеюсь у меня все получится его снять. Вот раскрашиваю такую раскраску. Вот эту calm color by number. Вдохновилась я видео с раскрасками от этой серии от Дианы. Вот и захотелось мне взять пораскрашить, потому что давно не раскрашивала. Раскрашиваю такую картиночку. Вот так вот она должна выглядеть в готовом варианте, но у меня тут получается немножко другие все равно цвета будут, но в целом надеюсь все равно получится классная. Вот такая тут палитра, не такая как у всех раскрасок. Вот иногда тут попадаются такие необычные палитры, а иногда стандартные. Так что буду еще подключаться. Ну что ж, я взяла следующую картинку из этой же раскраски. Вот у меня тут уже сын помог мне немножко пораскрашивать. Вот эта вот композиция одного цвета. Вот так сюжет в принципе тут классный. Такой вот водопад красивый. Возможно я вот это вот акриловым маркером замажу, чтобы получше было. Ну думаю ладно, ничего страшного, как бы в этом нет. Это всего лишь навсего раскраска. Так что буду идти по порядочку тут красить. Кому интересно, чем я раскрашиваю. Раскрашиваю фломастеры от Фабер Кастел. Детская серия. Очень нравятся эти фломастеры. Они где-то бледненькие, где-то наоборот яркие, но мне они очень даже подходят, потому что вот такие вот светлые оттенки не во всех фломастерах есть. Они как раз вот видите нужны. Ну а теперь давайте вам покажу совсем немножко моих новинок, которые я купила. И вот эти вот маркеры, аквамаркеры как раз вот мои новые, что я давным-давно хотела уже купить. Дело в том, что у меня раньше были от Мазари. Они у меня долго прослужили и я их в общем выкинула, потому что они засохли. Потом покупала в Виме. Мне они вообще не понравились, они были сухие. Вообще ими пользовалась тоже нормально, но они не очень мне показались. Вот поэтому долго думала и решила остановиться вот на этих. Хотя еще выбирала между Дэнкси и вот этой вот. Я не знаю, это тоже какой-то Китай видимо. Пришли мне вот в таком вот как бы, ну в разнобой я немножко попыталась цвета, ну по цветам это распределить, насколько это было возможно. Но получилось как-то вот так вот. Вот. Я думаю, что я еще буду распределять, потому что мне пока не совсем понятно, куда одеть. Например, вот эти вот цвета. Вот фиолетовый тоже у меня сюда не поместился. Поэтому я буду думать над этим вопросом, как мне, ну по-другому немножко их перебрать. Вот. Но так мне очень они понравились. Я думаю, что у многих из вас они есть. Я ни для кого это как бы не секрет, не удивлю. Вот. И я специально вот этими аквамаркерами раскрасила одну картинку в этой раскраске. Вот такую вот летнюю классную картиночку. Тут смотрите, у меня фон сделан как раз вот, ну ими уже. И для того, чтобы убрать вот эти полоски, которые создают эти аквамаркеры, я сюда вот эти вот точки в виде паунтилизма добавила. Вот. Вот этими металлическими акриловыми маркерами, я так поняла. Ну либо, ну в общем, металлическими маркерами из фикс прайса, потому что их мало использую, а вот в виде какого-то такого декорации очень даже неплохо смотрятся. И полоски не так сильно видны. Вот. В общем, мне очень понравились они. Буду продолжать красить ими, потому что ведь я как раз вот для этого и покупала эти аквамаркеры и как раз для раскрасок от Creative Heaven по номерам. Вот. Так что меня все устраивает. И у меня, видите так, я не увидела и не докрасила кое-что вот здесь вот. Ну ладно, это я чуть позже докрашу, просто вот чтобы увидели, как у меня получилось. В принципе, результатом я довольна. И в любом случае они будут также полосить, потому что это, ну это фломастеры. Вот. А с передовыми маркерами мне не очень удобно раскрашивать, потому что это постоянно надо подкладывать в листок. Дело в том, что я в основном раскрашиваю, когда у меня ребенок спит, и вот постоянно туда-сюда это создается шум. Вот. Поэтому мне вот такие маркеры очень сильно помогли. Ну если кому интересно, какой тут пишущий узел, ну такой вот обычный, стандартный, очень даже удобный. Вот. Я не знаю, насколько он размахрится, мне как-то это, не знаю, все равно, мне кажется. Вот. Главное, чтобы выполняли свои функции, потому что я иногда кисточки, когда размахрится, я их просто подрезаю и дальше пользуюсь. Вот. Ну и с другой стороны у меня там линер, у меня у этих, у этих аквамаркеров. Вот. То есть все по стандарту, в принципе. Буду пользоваться. Мне, в общем, все нравится. И по поводу выкраски я еще, к сожалению, не успела сделать никакую выкраску, потому что в данной моей обстановке это сделать практически нереально, потому что я распределяла сама эти маркеры быстро-быстро-быстро, минут за пять. Вот. Поэтому я не до конца поняла, как вот эту ситуацию решить. Вот. Поэтому если кому-то нужно будет посмотреть, какая выкраска, то они на, так, то ли на Озон, то ли на Балдбрессе, уже не помню, где заказывала. Вот. Я вам еще оставлю ссылку. Вы посмотрите, там люди в отзывах делают различные выкраски. Вот. Поэтому, ну, в принципе, вот обычные, те же самые китайские аквамаркеры. Еще один фломастер я решила заказать, центропен чешский. Я давно их уже, потому что не покупала так-то. Я их покупаю периодически, но они у меня, когда вот уже все отслужили в свой срок, то я их выкидываю. Ну и потом забываю про них. Вот. И решила снова повторить покупку. Кстати говоря, не очень удобная упаковка. Я их переложу в свой пенал. Вот. И мне там будет намного удобнее. Вот эти все цвета просто мои самые любимые. Они яркие и очень качественные фломастеры. Вот. Тут мне нравится подборка цветов коричневых. Нравятся зеленые вот эти вот, болотистые, желтые, оранжевые. Короче, классные цвета. Переложу я в пенал и буду пользоваться ими тоже. Тоже брала для раскрасок от Creative Haven. Так. Новая моя раскраска. Это природа. Мне скинула ссылку на Wildberries Алина с канала Lina Seacoloring. Спасибо тебе большое. Я почему-то не ожидала, что они там появятся снова, если честно. Вот такие вот картинки классные. Вот. И вот такая вот здесь сторона. И тоже нестандартная палитра, как и в предыдущий раз краски, которые вам показывала. Очень даже необычная. Потому что, например, вот здесь вот палитра вот такая вот. Более такая яркая, насыщенная. А здесь немножко другая. А вот в остальных вот, которые вот раскраски тоже от Arcturus, там вообще, ну, по-другому тоже палитры расположены. Хотя я всегда думала, что там все идентичное. Вот. Так что очень даже интересно. Не будет надоедать раскрашивать это все. Вот. Так что классная раскраска. Очень понравилась. И, пожалуй, вот мои последние покупочки хочу вам показать. Это тоже с Wildberries, лошади и птицы. Очень давно я смотрела на эти раскраски. Особенно на птицы. Наверное, года два точно. Думала, нужна она мне или не нужна. Но мне очень нравятся картинки. Плюс я обожаю раскрашивать и рисовать птиц. Ну, тут очень все ярко. Да, где-то детализировано, но мне это очень нравится. Правда, такая красота. Почему я раньше ее не покупала? Вот это, конечно, вопросик. Слава Богу, они появились на Wildberries, и можно такое покупать. Здорово, конечно. Вот. И лошади. Возможно, тоже уже многие видели. Но это достаточно тоже старая раскраска, как и птицы. Вот. Потому что сейчас делают все-таки стандартную палитру. Вот. И по ней красится. Вот. Кстати, когда на Wildberries была представлена эта раскраска, была обложка вот такая вот. 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 А потом, когда получила, показалась вот такая обложка. Но, если честно, вот больше вот такой вот вариант нравится. Более ярко так. А та картинка, она немножко такая бледноватая. На этом все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вам хоть немножко что-то понравилось. Оставайтесь со мной на канале. Всем пока.